и такую шикарную вкусную квартиру посмотрите ремонт какой какая кухня дорогая вид какой шикарный и все это чудо стоит представляете 5 и 5 миллионов до сайт дом клик все забиты сплошь этими фейками вот смотреть по карте 5 6 миллионов одни сплошные фейки вот люди поэтому и настраивается на одну сумму когда едут сюда а по факту да они еще там они планируют продать свое жилье и думают что будут жить в такой красивой квартире да а по факту где-то будут на периферии но я думаю такая квартира стоит миллионов 13 14 но обычно они не берут трубку для того чтобы ваш телефон просто базу попал а потом уже через день через два вам с другого мира будут звонить и говорить что вы же интересовались недвижимостью сочи я хочу узнать ваши критерии предложить вам варианты то есть а это объявление заману хаки вот даже трубку не беру но вот дом с пятерочки посмотрим тоже он на полтавской находится там же какая цена хорошая оказать телефон а это не тот же телефон который звонил да это это один и тот же риэлтор разместил столько этих объявлений правда они потом мне будут названивать для этого надо да правильно люди говорят чистую симку и чтобы потом когда вы найдете объект выкинуть и чтобы вам потом не назвали они даже просто потом ты включаю телефон у них стоит услуга кто он звонил и соответственно они потом начинают перезвонить других номеров мы едем на очередной просмотр едем и в немецкий квартал название конечно такой необычный для сочи я даже про его существование не знала пока мы не стали искать квартиры от центра в принципе добираться нормально дороги дублер курортного проспекта смотрите как горы застроили высокоэтажки все застроено о какие прям стоят монстры красивые симпатичные дома симпатичные но без балконов вообще почему нет балконов потому что за счет этого увеличивает площадь квартиры прожили здесь столько лет и прям и представление о городе имеем а вот человек который попадает видел только курортные проспекты новогинскую и он попадает в это месиво 1 строек и он просто мне косо него голова кругом идет а настолько тяжело и он встречается со всем этим хаосом это вообще вы что человеком мы уже жалеем раньше потому что у них такой стереотип что сочи вот такой вот весь мимо красивый как его цена к треугольник и они уже строят планы переезд и такое для этого начинают делать первые шаги продавать у себя не увижу мы там какие-то накопления приезжают сюда и по факту сталкивается с тем что город застроен настолько сильно и вот эти подвесные пути ужасные не вяжется одно с другим город контрастов дай а мы то просто здесь начинали свой жизненный путь сочи так сказать мы это все увидели когда еще сочи не был такой застроенный когда много было зелени когда он был свободный большой такой дождя когда сейчас у того настолько уплотненный на центре хотя бы да вы как бы находитесь вокруг вас все есть да вы в доступе ко всем социальным инфраструктурным объектам школы садики магазины поликлиники тротуары там да ну какие то все красиво все оформленное там еще советские времена эти пальмы огромная здесь на периферии что тут этих пальм здесь нету тротуаров красивых нету сейчас мы как раз покажем это это нормально еще район вот начинают смотрите подъем и человек но это нормально лесенка нормально да ну смотри какой 45 градусов машина у нас полноприводная я еще еду на переднем приводе колеса буксуют сырой асфальт переключаем переключать надо мы уже приезжаем сюда третий или четвертый раз пожалуйста не паркуйтесь на бору но тут хотя бы видите такой простор для глаз тоже много застройки но она идет как бы под наклоном и поэтому не так вот это все скучно и не так это все расстояние есть между домами когда он с левой стороны пустыре есть вот слим на волны зеленый массив застроен но пока еще не застроили пуск тут вообще ужас ребята просто посмотрите мы на полном приводе еще ладно скользко вот тут хороший заезд прям но это это прям лайтовый горка прям такая нормально машинок мало мы приезжаем не может столько раз просто встать ты не можете стоишь тебя постоянно надо этот вестибулярный аппарат вот так вот держать потому что у тебя ноги под наклоном стоят тебе надо выровнять вертолет где-то стоишь под уклоном надо сейчас из машины вылазить вот так дверь придерживать и вылазить потому что она обратно закрывается даже у нас такое было мы выровняли у нас террасы мы парковались у нас машина вот так стоял тоже под 40 градусов по 35 но мы сделали мы заезд принесли наверх где у нас ровный заезд и ровная площадка заходим ничего это если я снимаю а тут заходишь санузел что ли это все что есть остается высылали но мы так бегло посмотрели что вариантов много на каша в голове а это все работает тоже все остается все работает а нормально вообще вот такой принцип работает хорошо ничего не засоряется но что этот уголочек можно уголочек это ты повесишь а мы тут смотрели рядом с вами квартиру на каком на четвертом этаже это сколько квадратов получается с окна получается вид я когда готовы вообще так если что выйти на сделку сразу потому что вы думаете смотреть скорее всего она уже идет потому что у нас сейчас отопление банка идет так а мы здесь на первом этаже была какая-то квартира мы не видим двухуровневая а двухуровневая первый этаж куда столовая санузел совмещен газовый котел до всяких случаях не газовая я спросила когда строили коактиву думали что газа не будет поставили электрическим как а это электричество да но дом газифицирован и при желании можно подключиться так скажите сразу метраж и стоимость шумка здесь 300 и метраж по документам по документам 25 как я вам говорил 25 да и вверх и вверх еще плюс 15 да получается это 25 внизу да что-то не похоже на 25 тут меньше вроде 25 это у нас или это гостиная у нас 25 гостиная да ну тут нижний этаж 25 квадратов ну что что там ванна как-то туда уходит вот там где-то гостиницы мы здесь проходишь полу рост я до да да я не помещаюсь я застрял если я выбриваюсь я помещаюсь это ниже тебя а ну это для тебя этаж короче все остается мебель техника ясно так а там а вон там столочки типа ну нет это не наш вариант однозначно мне кажется что это почему там два два ясно честно говоря я такое не рассматриваю от не повещается может сказать человеку прямо что не нравится квартир мы ему посмотрели с квартиру из русского это не наш вариант вам не подходит она пытается найти оправдание вот дима здесь не по местности у вас такие полы чистые зачем вот это вот какой-то лебезде не перед кем-то я неだ crease приз Machine арене это все что диме не нравится второй этаж до мне на все они нравится что-то оправдывать как вы считаете Я считаю, что это не нужно говорить Мы приехали Улица Метелева Вот видите, как стоим Видите, какой спуск Девушка разорачивалась за динамо Ее аж боком машину как-то Да, в Сочи нужен полный привод, потому что все дома на горах расположены Вы можете заехать на передке или на задке В сухую погоду, мокрую погоду Только на полном приводе Или будете гальмовать Надо будет разгоняться Вот этот дом нам предлагают Квартира конфетка, прям конфетка Маленькая она, конечно И цена у нее 5,5 Тоже такой свежий ремонт Люстрочки такие хорошие Она хоть и маленькой площади Но она такая объемная Шкаф там сделан Обои вроде разноцветные, но такие нераздражающие Окошек много Окна в пол Выходят, скорее всего, на ту сторону Газовые трубы есть, но газ Дом не заведен, не подключен Он в теньке как бы находится Аналогичный дом, здесь есть газ Здесь нет газа, хотя трубы есть С этой стороны тень И вполне вероятно, что квартиры могут быть сырые Да? Но вообще прилегает Прилегает к склону горы Здесь склон камнями Как-то это все оформлено Все равно влага поступает Наверное, отапливается электричеством Теплые полы Зайдем в подъезд Ну такая вот здесь сырость Конечно, еще сейчас дождь прошел Но у нас зимой постоянно дожди Во-первых, на горе Сюда тяжело подниматься от остановки Во-вторых, дома такие Наверное, 2010-2013 года 14-го постройки Во-первых, заезд сложный Машин парковаться Тут ограниченное количество Так понимаю, к вечеру вообще нигде будет поставить машину Мы находимся на горе С этой стороны Вот подъемник над Дендрарем Лепили из того, что было Даже вот стоят еще Это незаконные какие-то, видать Арестованы Лечет третий этаж Четвертый начали возводить Дома с двумя мансардами Первый этаж Второй этаж мансарда Вот, да? Классический пример Дом построили в три этажа Мансарда двухъярусная Дом приняли В мансарде везде окна прорезали И над мансарды еще этаж надстроили Да, чудеса в городе Сочи Ну, тут зеленушки много Вокруг зелень Красиво, зелено Склон горы Какая-то лестница есть куда-то ведет Куда-то вниз по ней можно спуститься Думаю, через пару лет Тройку лет сюда приехать Здесь уже еще будут стоять какие-то высотки Спросила у ребят Говорю, а как с парковкой здесь? Они говорят Вам сюда надо вечером приехать Аж до низа все заставлено Я говорю, а как же вы выезжаете? Ну, вот как-то так Говорю, а где-то еще припаркуетесь? Он говорит, куда-то там вниз они все уезжают Дома построили Как они сами говорят На сто квартир Десять мест парковочных Тут широко еще Это широко по сочинским меркам Это даже очень широко Мы сейчас здесь разъедемся Вон еще одна едет Прячется Поехали Такой плотной застройки здесь сильно нет Вот видите, тут какие-то частные дома Они низкие Поэтому здесь еще смотрятся более-менее Да? Ну, дом без отопления Бракуем, да, Дима? И тут тротуаров нет Но дорога широка Девушка, аккуратней Широкая-широкая Мне нравится, что здесь хотя бы есть зелень Звучит дико Для Сочи есть зелень И все вырубили, да Потому что там, где мы присмотрели квартирку Все в бетоне В общем, такие стены отвесные из бетона Да, тут видите, сосенки растут И травка Да, какая-то зеленюшка Ну, уже такой сумбур в голове Каша из квартир, да? Мы приехали в альпийский квартал Рядом с аредой Вот такие здесь высотки Смотрите, огромные Сейчас к нам придет собственник И мы будем оформлять договор купли-продажи, да? Сколько здесь стоит квартира Сейчас мы узнаем Такое фойе здесь Ну, уже приличные, да, домики? Для детей, конечно Ну, тут все еще, видать, что-то делают, да? Подземный паркинг, наверное Ну, территория большая Я думал, что здесь будет Когда тут чисто бетон был Видите, там бетон Еще как-то умудрились посадить Вот этот бетон, зелень, траву Сверху насыпали немножко Там катки стоят Сантиметров 20, видишь, там насыпали И какой-то землей Там в ведрах стоит все А, в ведрах, да, все А, баскетбольная площадка Смотри, детская, одна, вторая Подъезды выглядят в современных Сочинских многоэтажках Вот так Ну, более-менее культурная Декоративная штукатурка Лифты Лифты пока зашиты Чтобы их не попортили Ну, лифты такие обычные Эконом-класса Ну что, ты довольна? Мы сделали первый шаг Заключили предварительный договор Да, учесть, что это дорогое жилье 400 тысяч Получается квадратный метр Больше 400 Да, где-то 500 Но считай Это что, 10 тысяч? Практически чуть меньше, да? 8 тысяч квадратный метр, да? Минимум Такие высокие дома-муравейники Лифтов мало То есть по два лифта всего А сколько квартир на этаже? Ну, мы подходишь, кнопку жмешь И лифт катается Надо его подождать Смотри, какие подпорные стены Это прям Здесь они облагорожены Панелями металлическими Фойе сделаны, да, так неплохо, конечно Отличаются от обычной сочинской постройки Тем, что вот диванчики Какая-то там 3D-панель на стене Высокие потолки в фойе Там 4 метра, наверное, больше 4 метров Кроме того, что здесь подземная парковка, я так понимаю Плюс еще У кого-то, да Здесь вот окна не выходят, смотрите как Это детская какая-то комната И своя территория А, тут детский этот, получается, какой-то Ну, мини детский садик какой-то частный Мы сейчас проходили И вот у них такое ограждение Прикольное, кстати, ограждение Будешь платить, будешь ходить В общем, продолжаются наши сериальные путешествия По Сочи Рассматриваем Рассматриваем, что сейчас строят Здесь мы не рассматриваем Да, ну, мы, в смысле, не для себя рассматриваем Для вас рассматриваем, показываем Но цены такие, да 12 миллионов Что можно купить за 14? Да и скажи, если мы смотрели на Донской Около магазина Гипермаркет Заря И там стоило 12 миллионов Или 13 миллионов 600 тысяч Гипермаркет Магнит на Донской Да Недалеко от Юбилейного Да, то есть там такая стоимость А здесь, наверное, будет 30 квадратов, наверное, будет стоимость Здесь с ремонтом 15 миллионов В 15, да, наверное, и выше И раз выше Вот При этом 15 миллионов Больше 200 тысяч евро, да Больше 200 тысяч долларов За эти деньги можно Где-то, например, в Турции приобрести Офигенный комплекс Нормальное жилье можно взять За 200-250 тысяч Да, здесь же даже бассейна нет Ни одной зеленюшки Ни клумб Ничего Ни какой-то, вот знаете, бывает растительность Какой-то вот ставят Высокие клумбы Там, самшитовые кусты Или еще что-то Ну, такой прям небоскреб Здесь недалеко находится Четвертая городская больница Рядом с Аредой Здесь также остров мечты Трунова 6, да В принципе, ну, это рядом С самым центром города Не скажу, что прям Это самый-самый центр Но недалеко здесь ЖД вокзал Можно сказать, что центр, да В любом случае Это центральный район Пешком здесь можно В любую локацию города прийти Да, ну, центр По-другому не сказать, да, конечно Они понастроили вот таких высоток Посмотрите, сколько их Похожи на турецкие Стамбульские дома В Стамбуле тоже такого типа строятся Но мне кажется В Стамбуле, конечно, балкончики побольше Здесь вообще А, есть с той стороны балконы У нас, конечно, в основном Застройщики всю площадь вкладывают Внутрь квартиры, да И балконы остаются минимальные Перекресток свой здесь будет А если будет перекресток То сюда будут со всей круги ходить Машины не пропускают только А пешком, пожалуйста, сюда заходи Никаких проблем Здесь не режимный объект Будут гулять, да Так же, как на Посейдоне У нас возле моря Жилой комплекс тоже большой И все приходят на площадки детские Туда играть Потому что площадок Ну, их мало встречается Они есть Но на такое количество людей И детей не рассчитаны Так что, ребята Если у кого есть денежка И кому-то нравится Сочи Вот можете здесь приобрести Я советовать не буду Это каждый за решение сам принимает Я как бы не могу сказать Что здесь будет комфортно Вот парень, к которому сейчас ходили Мы в гости в этот дом Они живут здесь недавно И он вообще в таких комплексах Не первый раз живет в Сочи Он говорит, что сейчас здесь заселятся Ремонты сделают Здесь вообще будет очень жарко В плане от соседства Такое количество людей Это не создав какой-то комфортной атмосферы Вертолет с больницы улетает Видимо, кого-то привез с Красной Поляны Санавиация Четвертая больница Есть люди, которые принципиально Не покупают недвижимость за границей Вот они только в России Вот у них есть позволяет бюджет Они богатые люди Они вот и куда-то здесь Ну не то, что принципиально Возможно, что-то держит здесь Поэтому человек не может жить за рубежом Кто-то боится психологически Заковой барьер, психологически Родственники А кто-то вообще не рассматривает Как бы вот он Да, видит только наши Наши города, да Для проживания Мы же ходили сейчас к этому парню Он же купил эту квартиру Ну почему затрагиваем как бы тему зарубежья Потому что как бы за эти деньги На морских курортах Ну той же Турции Если взять на то пошло, да Или той же Испании Где мы были и там и там Можно, конечно, более качественное жилье приобрести То есть цены в Сочи выросли И выросли такими темпами Что порой даже можно сказать одну стоимость квартир А она уже выросла к тому моменту Среди них, кстати, прописался вот этот брошенный дом Он долго стоял Это вантовские дома Которые там в восьмом году еще строились В 2008 Застройщика посадили там Что-то на год поселения За то, что он денег собрал Сводил в Таиланд Несколько миллиардов он увел В общем и бросил эти дома На Ямайке они стоят Тьфу, на Ямайке На Мамайке они стоят Недостроенные Вот они однотипные Такие типовые По проекту одному сделаны Здесь вот Альпика Групп взялась И достроила этот дом И плюс понастроила своих вот этих комплексов Получается Солнце сюда не проникнет По кругу обошли эти дома Давай зайдем посмотрим Вантовский дом Как внутри они отделали То есть старый дом Который столько времени стоял Он простоял получается 14 лет Им повезло жильцам Кто купил квартиру в этом доме Да, у кого права остались То не продал Не переуступил Им повезло Что закончили На Мамайке Кстати, два дома возле туннеля Их тоже Альпика Групп Уже достроила И там начались ремонты уже Так, ну здесь Все попроще Ну так, поскромнее он Да, и в него сильно не вкладывались Там все-таки фойе совершенно другого типа Диван велюрод Диван Ну это муравейник Представьте Площади квартир небольшие Но цель какая Преследовалась, конечно Больше заработать денег на этом Поэтому все делилось на маленькие метражи Будет, конечно, кипиш Когда все заселятся Тут будет Столько народу А здесь будут жить все И постоянно Потому что это Как бы центр города Практически То не будет покупать Парковочное место В подземной парковке Я думаю мест Не так много Не так много Да, еще никто не живет Но уже все занято Мы сейчас звоним Вот по этому объявлению Это без ремонта 360 тысяч за квадратом 46 квадратов С ремонтом 18 миллионов Это вот на котором Именно на окне Мы сейчас смотрим Получается второй этаж Над входом в фойе Ну, в принципе, как я и говорила Будет в районе 18-20 18 миллионов С ремонтом Алло Добрый Добрый Звоню Значит, на Трунова Баннер увидел на балконе Хотел узнать метраж Стоимость 35 квадратов С ремонтом 35 с ремонтом, да? Да, да, да И стоимость 15 миллионов Студия, получается Или какая-то Или комнаты На две комнаты, да, получается? 15 миллионов В общем, с ремонтом 35 квадратов Квартира большей площади Там что-то около 50, что ли Или чуть меньше Там 18 миллионов Ну, какой-то там уникальный ремонт Ну, в общем Такие вот цены Так что За городом 6 миллионов 7 миллионов 8 миллионов За городом Не за городом А в городе 12-15 От 12 От 12 12 это прям Донская Донская Да, туда Мы рассматриваем хорошие В новых домах Такие красивые дома С площадками С детскими Это вот такие квартиры С такой стоимостью Да, даже, наверное И без каких-то там Площадок детских Просто новые дома хорошие Новые дома Может быть не совсем хорошие Но новые, да То есть В Сочи получается Если кто-то ищет Но все-таки Всегда ищут более экономный Сегмент Не у всех такие деньги огромные Есть Эти миллионы Десятками А в основном У людей Какие-то накопления В районе Там 5-6 Ну блин За 5-4 миллиона Это только будут Какие-то малосемейки Либо квартиры Площадью 18-20 квадратов Если же вы хотите Что-то ближе к 30 квадратам То цена будет начинаться Наверное Из того Что можно будет Уже смотреть От 6 миллионов И то надо будет Очень хорошо копаться То есть Ближе к 7 Уже Ну как бы Вариантов прибавляется Побольше Опять же 30 квадратов Подожди Если даже 30 квадратов Но только не в центре Будет стоить 6 Да Алло Дмитрий Следующий вопрос Вы для себя Или вы риэлтор? Я не риэлтор Я не для себя Но для близкого человека Еще С ремонтом Или без ремонта? С ремонтом рассматриваем Да Тогда я просто Меня под руку толкали Я не мог Полноценно ответить Вот смотрите Там полноценный Двухкомнатный квартир Там две комнаты Разделенных По 11 квадратов По 11 квадратов А общая площадь Какая там по выписке? Там 46 квадратов Это вот Которая 18 стоит Да? С ремонтом? Да Ну она уже все Под ключ Зашли и живите Без ремонта Которая То есть Одна маленькая деталь На сегодняшний день Как я сказал Цена 360 Но она Там комиссионная Пока она является Собственной Союзастройщикой Но Я могу Если Как это говорить Я могу Расторгнуть договор И выйти На получение Ключения Тогда она будет Стоить на 800 тысяч Дешевле Ну У меня задача была С ремонтом Какой-то Посмотреть объект Все Я говорю Про ремонт Тогда Вы Походите Посмотрите Поищите Вдруг Вам что-то Погранится А так Я готов Погранится Немного Заранее Вот так тут такая индия или китай как сказать друг друга там привет прижимают поджимают девушка там с мы пропустим это сзади нам еще может привет сказать звонил поэтому да по объявлению там на трунова квартиры вас продается хотел узнать с ремонтом и стоимости метраж с ремонтом интересует с ремонтом а с ремонтом у вас нет да получается а как тогда самое интересное предложение по цене без ремонта минимум минимум ищем ну чтоб дешевле было 11 миллионов на площадь 35 с половиной 11 миллионов а этаж какой-то ну какие-то рядовые там есть да все-таки понял понял ясно хорошо все и будем думать спасибо 11 миллионов 35 квадратов без ремонта ну прям нормальная цена ну так и мне это не нормальная цена но по сравнению я не знаю нормальный лет не могу оценивать как-то для меня дорого и ремонта недорогая недвижимость очень дорогая она прям как на дрожжах цены растут и не знают откаты вот вроде как сейчас такой наблюдается тема что осенью зимой 22 года будет откат по цене потому что и я уже неоднократно говорил кто хотел уже деньги вложил связи с тем что началась вот эта нестабильная ситуация внешнеполитическая и все быстренько куда-то деньги начали ориентировать кто-то зарубежную недвижимость кто-то вот но у нас на курорте в сочи но тем не менее все начали эти яйца свои перекладывать так чтобы избежать потери денег в наличности потому что инфляция там непонятно что с курсом сейчас какой-то мне кажется будет наблюдаться отскок по ценам немножко понятно что они в будущем будут расти но мне кажется сейчас должны немножко цены опуститься чуть-чуть ну возможно опуститься процентов на 10 пробка не задаваясь чтобы меня поняли что я скажу что-то для нее прям 11 нормально нет просто я имею ввиду что самый центр и так такие типа того новые дома типа того это элитное не говорит о том что ирин покупает недвижимость за 11 миллионов и мы кому-то ищем за 11 мы просто поехали поинтересоваться тут знаете как позвонишь одному риэлтору тебя потом будут грузить тебя уже в чат и добавит уже будут звонками потом хоть симку менять мне но это не так как мошенники звонят их уже посылаешь они будут звонить дальше все-таки риэлтором можно сказать что объект найден куплен и все тогда отстают сочи просто продавцы кто-то вот может просить 15 кто-то может просить один с половиной вот так но основная масса конечно очень много хотят но среди этих вариантов кто то есть кто продает на по нормальной более-менее адекватной цене относительно остального рынка поэтому нужно искать это целая работа до просмотры это голова кругом но надо искать и тогда можно даже в низком сегменте по более низкой стоимости там в районе 6 миллионов я же говорю что можно даже за 6 миллионов найти но это будут маленькие квартирки когда она может больше но там будет плохой ремонт или в этом не будет либо это будет 24 квадрата она будет прям такая как дизайнерский ремонт или 30 или 40 метров но без ремонта на все полностью делать мы сегодня ездили на транспортную там квартиры были по 2 миллиона когда они их восемнадцатом году покупали и сейчас прошло четыре года квартиры по 78 по 8 миллионов по 7 по 8 миллионов за четыре года представьте ну а что спрос рождает предложения люди сюда едут и едут номера вот постоянно вот 125 и водивосток машина вон там 05 дагестан и тут номеров постоянный уже как бы прошел курортный сезон дожди идут уже осень и все равно люди едут и едут и все хотят жить в море все хотят а вот этот теплый климат и при этом цены продолжают то есть и дальше то что он один-то